Hi my students! Сегодня опять неочередное наш эссе по поводу нового назначения. Неожиданности все перед выборами у нас случается. Новое назначение назначено новый омбудсмен, вы знаете, по защите прав материнства и детства. Это очень важная функция в государстве. И опять мы видим, что назначена женщина, уже третья женщина занимает такой важный пост. Москалькова мы знаем, потом Васильева и вот сейчас Кузнецова. Это третья женщина на важных постах, потому что посты какие? Детство, значит дети, потом права человека, это вообще права человека и образование этих детей и людей вообще. То есть важные такие функции. Еще осталось только пенсионеров подгрести тоже под женское крыло и будет полный состав, подготовка к новой команде, к приходу нового президента женщины, как мы говорили в прошлых лекциях по феномологии Пифагора. Но я напомню, мы будем опираться на теорию, конечно, на теорию древнюю, которая идет из Египта, которую Пифагор греческий, знаменитый наш, привез из Египта. Вот этот вот треугольник, как он образуется, чтобы вам некоторые не поленятся смотреть предыдущие лекции, то я просто пример этот напомню, как он. И ссылку на сайт дам, вот как образуется эта матрица. Вот пример день рождения, 8 и 8 и 78. Ну суммируются все цифры, получается вот 41. Потом эти две цифры 4 и 1 суммируются, получается 5. Потом вот по такой формуле, значит А1, вот считается 2А1, получается 25. И четвертая цифра. Потом эти цифры выписываются и рассматривается число вхождений каждой цифры в этот ряд, в это множество цифр. Ну вот единица, допустим, два раза входит, мы ее два раза пишем в клеточку. Двойка один раз, тройка не входит, прочерк четверка входит один раз, пятерка и так далее. И за что отвечает вот эти все цифры. Ну это я на сайт дам, опять ссылку, этот сайт есть, там это все автоматически подаст по вашей дате рождения, вы можете вычислить. Вот этот, на основании этого мы будем рассматривать психоматрицу нашего психолога Кузнецовой Анны Юрьевны, которая в девичестве была Була, Була Ева, Була Ева. Ну украинцы знают, что Була это была, значит, Ева, Була Ева раньше. Ну это так как-то сочетается с ее многодетностью. Неожиданное такое. И мы сейчас попытаемся выяснить, все-таки математически опять подойти, откуда это вышло и откуда у нас ноги растут. Кто поставляет эти знаменитые кадры уже третьего человека и с такой командой, шесть детей, плюс еще муж, программист, сегодня, кстати, день программистов, вот это, он, который учился до программиста в Пензенском университете государственном, аспирантуру закончил, защитил вроде кандидатскую диссертацию по вычислительной технике и вдруг неожиданно, значит, ну это не совсем неожиданно, у него священники были предки, потому что от программирования вот этого вот железа, которым мы иногда занимаемся, вот это системного программирования, какого-то предметного программирования, объектного и так далее, то мы можем перейти к программированию человеческих душ, это легко. Программа написана, это Библия, Евангелие и все возможные талмуды по проведению церковных служб. Так что вот муж этого нашего нового обусмена является программистом человеческих душ, является настоятелем церкви. Ну, вроде как благополучная такая семья. Ну, мы вспомним, как называл пролетариат раньше и как Пушкин относился к этому, но у него есть знаменитый поп, толоконный лоб, пошел поп по базару, потом, значит, народ называл священников жеребячие сословия. Почему? Потому что они очень сильно плодились, то есть они размножались, а потом в результате этого и всем же надо было теплые места найти, всех же надо было посадить на служение. И вот получилось так, что чуть не в каждой деревне строилась церковь и образовывалось село, и очень много приходов, очень много детей священников появлялось, и всем надо было кормление. А крестьян-то не хватало для того, чтобы нести им вот эти вот дары, там яйки, млеко, там шнель-шнель. Не удавалось народу этого делать, поэтому произошла революция. Дети рахмановские эти между собой поспорили, забили этих фронтовиков всех и вот разбойников всех подняли. Это помещики, вот такие попы-растриги, там все участвовали в этой революции. Других они, этих попов, забили своих родственников фактически и установили в советскую власть. Кстати говоря, из священников был сам из Сталин-то. Мы же знаем, что он же учился тоже в семейтарии, поэтому ничего тут особенного нету. Что у нас сейчас, вот, а тем более сейчас РПЦ, его называют сейчас закрытое акционерное общество РПЦ, ЗАО РПЦ. И сейчас оно рвется к политической власти. Фактически для того, чтобы черпать многими руками народное добро. Во-первых, ресурсы нужно, земли ресурсы и человеческие ресурсы, и ископаемые ресурсы. Для того, чтобы вот обеспечивать вот эту всю многочадность. Многочадность, это надо все обеспечивать чем-то материальным. И вот такие люди как раз появляются, запрограммированные на это дело. Кстати, Библия дает программу, чтобы плодить и размножать. Но это старый закон был. А уже в новом законе Христос пишет, что О, Симон, Симон, все сатана просил Бога сеять вас, как песок морской. То есть размножать, как размножение, все время размножаться, размножаться. Это по указанию сатанинскому делается, конечно. Поэтому вот где церковь, там и дьявол, они все вместе объединяют. И дружной командой они служат. Сами священники, зачастую их домочадцы, управляются под действием темных сил. Но об этом кто говорит? Об этом говорит вот даже наш вот Александр Невзоров. Он изнутри это дело все прочувствовал. Многие часовые здесь вот есть на Ютьюбе его выступления по поводу РПЦ. Ну и многие другие, конечно, священники говорят и не священники. Вот это мы не будем в это вдаваться. Наша задача, откуда это сплыло? Вот кто вот это вот или РПЦ выдвигает, или кто-то активисты есть, кремлевские, которые выдвигают таких под видом вот респектабельных таких женщин, которые имеют вроде бы незапятную репутацию. И вот выдвигается, кто же это выдвигает и кого же выдвигает на самом деле. Вот мы на основе матрицы Пифагора мы с вами рассмотрим характеристику вот этой вот кузнецовой нашей многодетной. Анна Юрьевна. Вот 3-го, 1-го, 82-го она родилась. Вот у неё характеристика. Вот тройка. Она очень компромиссный человек, то есть она склонна к компромиссу. Энергетика у неё характерна для медицинского работника. Ну, это хорошая энергетика. Тройка. Вот это тройка. Она говорит о чём? Что человек, у человека всё в беспорядке находится. Но вдруг импульсно она приводит всё в идеальный порядок. Вот такая характеристика. Здоровье у неё есть. И много чадей вот есть. Логики, правда, нет. Вот логики у неё нуль совершенно. Поэтому она может диаметрально менять свои цели. Шестёрка есть. Ну, вот это вот требование физический труд, она заменяет на такую активную деятельность, точнее, дорогие. Нету везения, потому что она, у неё очень волнами жизнь расположена. То удачи, то могут быть и неудачи очень сильные. Вот две восьмёрки. Мы уже говорили, что две восьмёрки – это удивительная готовность помогать людям, помогать людям, но идёт под управлением тёмных сил она. Две девятки. У неё хорошие умы, аналитические всё. С духовностью всё в порядке. И вот все четвёрки тут. Хорошие четвёрки. И цели указания, и семейная четвёрка, и стабильность тоже хорошие характеристики. Ну, вот эта вот двойка, которая по деньгам характеризует, вот эта двойка, вот она думает, душит своё призвание ради материального благополучия семьи. То есть жили они в однокомнатной квартире, плодили много детей, и вот у неё мечта, значит, была материально обеспечить. Поэтому вот тут активность такая, фонды, и всё, она из детства была активная. И организовывала всякие фонды. Вылезает на публику. Вот эта шестёрка об этом говорит. Что она любит показать себя в обществе. Любит, как говорится, мельтешить в обществе. Ну, и активность проявлять. Вот эта вот единица, это очень вещь для неё опасная. То есть здесь как бы холодно, сексуальная, и в то же время способность на очень большую любовь и разочарование, и всякие испытания с нехорошей стороны вот этой вот сексуальной любви. Вот такая характеристика. Вот если ещё посмотрите внимательнее. Вот. Это наш новый омбудсмен. Значит, с одной стороны готовность, а с другой стороны под управлением тёмной силы идёт. То есть её кто-то выдвигает. А кто же выдвинул её? Если прочитать газеты пензенские, то... Первый её раскопал там Володин. Про него мы говорили. Это серый кардинал Путина. И характеристика его... Ну, ужасная, конечно, у него характеристика. Посмотрите, какая уникальна у него Володина матрица. Видите? Ну, во-первых, диагональ, как у Распутина у него. Он к тому же бисексуалом является, как, по слуху, вот их же общество. Председатели ихнего общества. Бисексуалы. Кроме того, смотрите, в отличие от Распутина и Солженицына, у него число цифр от этой нулевой диагонали одинаковое. Шесть, вот, жёлтыми выделено. Шесть там и шесть снизу. И кругом вот эти вот четвёрки дальше, дополнительные характеристики. Вот такая его матрица. Чем он характеризуется? Тоже две восьмёрки, это под управлением тёмных сил он идёт, это ясно. Кроме того, у него вот эти нулёвки. А остальные, вот эти четвёрки, это поверхность-то его свойства, о чём мы говорили. Распутинская, как говорится, вот эта лестница. Лестница. Вот он её выдвинул. То есть, тёмные силы, как бы они выдвигают своих... И а с какой целью-то? Ведь у Путина-то две дочки. Вы видите, уже создаётся окружение для прихода, вот, одной из этих дочек, прихода в Кремль, в политической власти. Создаётся почва, вот это женское окружение. Кстати говоря, вот по характеристикам Кузнецовой, у неё есть вот связь с этой единицей. А эта единица, такая сексуальная, она была только, смотрите, мы в тот раз смотрели у Чарльза, у Ягоды, у Львова и князя Щербатова. Из тех, которых мы рассматривали, деятелей всех. Только у этих людей было вот. Ну, Ягода, он положительной характеристики не имеет, как вы знаете. А здесь вот много положительных характеристик. По образованию она психиатр. Казалось бы, вот, ну, что у психиатра, диплом с отличием. Пожалуйста, дальше, кафедра, как вот у мужа. Аспирантура, там это всё, то-то прочее. Но человек, вот, согласно вот этой характеристикой, он меняет всё время свои планы. Неожиданно может изменить. А диктует, вот, какая цель? Диктует цель, во-первых, свою мечту, крест на своей мечте ставит и идёт за деньгами. То есть, за материальной выгодой, чтобы обеспечить вот этих вот всё время появляющихся детей. Кстати говоря, вот, ругают Астахова-то, да, у него, хотя был вот этот эгоизм, вот написано, вот Астахов у нас. Вот две единицы у него эгоизм. Ну, три девятки, это он общительный, как мы говорили. Шестёрка у него тоже любит себя в толпе показать. Тройка у него нормальная сексуальность, у него трое детей. Шесть вот у него только мизантропия и фанатизм. Ну, как раз из-за этой мизантропии он и пострадал. Как вы поплавали-то, да? То есть, видите, Пифагор-то, он не ошибается в этом даже плане, не ошибается. Мы же ведь здесь не только даём характеристику вот этим, не столько даём характеристику этим людям, которых мы рассматриваем. Наша цель посмотреть, насколько матрица Пифагора работает в этой кадровой, можно ли её применить в реальной нашей кадровой системе. Как мы подбираем кадры? В любом плане. Это хоть касается организованной преступной группировки, хоть государства, что это, в принципе, одно и то же. Мы уже знаем, что и государства организованы, и преступная группа. И также все другие сообщества, здесь кадровая система, это должна работать. Как говорится, если ты поклялся, как в Библии написано, кто достигает Царство Небесное, в псалмах, в одном из псалмов Давидов написано, что достигает только тот, кто клянётся, но не изменяет. Нет, хотя и злому, клянётся, хотя и злому, но не изменяет ему. То есть человек, даже если он в какой-то преступной группировке, если он поклялся, он должен до конца свою функцию выполнять, и даже если это связано с угрозой жизни, он должен эту функцию выполнять. Но у нас не такие люди. Он и коммунист был, и клялся, и всё, и сейчас всё это дело похерили. Они начали комнатами складывать эти деньги к себе тоннами. Сейчас уже деньги в Кремле не считают, они там тысячи какие-то рублей, фунты, кубометрами деньги считают. Вот до чего дошло. И плюс вот эта вот женская составляющая, и плюс этот самый бисексуальный характер туда пролез власти. Бисексуалы. Вот такая обстановка. А с детьми-то вообще-то это сложное же дело-то. Вот что у нас с детьми-то бывает? Мы вот в этом летом видели, что наша страна торгует ресурсами. Какими ресурсами-то? Она торгует нефтью, там другие ископаемые ресурсы, торгует энергоресурсами и так далее. А дальше она чем торгует? Человеческими кадрами. Она торгует учёными, главами за границей, выторговывает масса. Дальше. Детьми торгуют. Вот смена касается. Торговля детьми идёт? Идёт. Посещение детей, исчезновение детей, всё это идёт. Масса и характер. Разбой детей на органы. Я могу сказать, что это может быть газетный утро, журналюги и так далее. В интернете это же всё известно. Разбор детей на органы идёт. Я это знаю по собственному опыту. Когда одна из моих знакомых рассказывала, что у неё там в Москве где-то есть тоже родственница и таких неплохих родителей. Ребёнок родился там, ему несколько месяцев. Показывала мне эту фотографию. Вот отец такой, накачанный качок. И вот с этим, с маленьким ребёночком. А потом она мне сообщает, что ребёночек-то помер. А я говорю, а в чём дело-то? Почему ребёночек помер? А вот, говорит, у неё пневмония обнаружилась. Там на каком-то 6 месяцев или 7 месяцев уже ребёнка было. И участковый врач сказал, что надо ложиться в больницу. Ну, положили в больницу ребёнка пневмонии. Сейчас лечится даже в детском возрасте. Это ничего страшного. Сейчас у нас у Клинтон пневмония. Но она кандидат в президенты. И никто её не снимал с этой должности. И никто её убивать не собирается. Но, однако, вот этого ребёночка через 3 дня выдали родителям. Храните, мол, ребёночка. Но интересно не это. Может быть ошибка. Тоже уголовное дело. Как это от пневмонии? Там тоже можно было поднять на этого медицину и так далее. Клинику этого уголовного дела. Почему такое? Это само по себе уголовное дело. Там ребёнок погиб от пневмонии. Очевидно, когда это всё лечится. Дальше. Но дело не в том. Мать, когда взяла ребёнка, ребёнок-то ничего не весит. Однокожие кости и всё. Остальное всё вынуты. Все органы вынуты. Вот в чём дело-то. И этот вот крутой мужичонка, который думал, что я сейчас там наведу порядок, он пошёл повесить порядок, а ему там сказали, ты, пацан, пошёл-то отсюда, если ты не угомонишься, мы твою всю семью вырежем. Ему дали понять. Он какой качок-не качок, а испугался. Жалко там жену, там других детей и так далее. Вот такая история. Это живая история, не какая-то журнальная история. Вот эта амбудсмена, вот эта наша многодетная, так, многородица наша, мы её назовём многородица, вот, попадье нашей, на заметку. Вот таким вещами занимается у нас. Это дорого очень. Ведь один детский, вот орган там стволовые клетки, там же разбирает всё по молекулам. И это стоит, это дороже нефти, дороже золота продаётся. Просто это по весу гораздо дороже золота на международном рынке. Хотя, ну, если, говорит, там у какого-то Рошельда или Рокфеллера уже пятое сердце стоит, то потребность вот в этих органах, а из детских органов они сейчас растят побольше, побольше, уже печень выращивают и так далее. Вот. Вот такие вопросы. Вот это всё амбудсмены должны заниматься. Вот будет, а потянет ли она это дело? Дальше. Физическое уничтожение детей. Убийство. Убийство детей. Оно даже в школе происходит. Вот физкультурник. Как вот я сам был, как говорят, студент, школьник. Вот мне сказал этот преподаватель по физкультуре. Метр пятьдесят не прыгнешь в высоту, а раньше ещё ножницами прыгали, вот так вот ножницами, не перелётом. Пока метр пятьдесят не прыгнешь, метр пятьдесят пять, зачёт не поставлю, оценку не поставлю. Всё, диплома нет, считай. Выгнали, можно забирать документы. И вот так вот приходилось. Ну, а другой, слабее здоровье, вот они, дети, от таких заданий, помирают, естественно. Вот такое убийство. Дальше. Ну, говоря то, что я уже говорил, что в медицинских учреждениях, в лагерях вот в этих, вот сейчас вот десятками тонут в лагерях, сотнями отравляются, их травят просто как крыс с этим питанием, вот этим самым некачественным питанием, просто травят этих детей, как крыс. Ну, и дальше детей воспитывают, соответственно, чтобы они совершали преступление. Продают им спиртные напитки, курева, наркотики. Детей сажают это с первого класса, там уже есть система такая. И всё это приучают их к этому делу. Во дворе, во дворах. И в этом участвует и вот у нашего ЗАО РПЦ, оно же табак-то их беспошлино завозило сюда табак, вино. И всё это распространялось потом через торговую сеть. Воспитание, да, вот воспитание детей. Тоже ведь это приучение. И дальше это всё, это вот дети до 10 класса, и у них уже здоровья нет, они уже подтянуться не могут. Не только там сколько, 8 или там 12 раз, сколько им надо. Они уже их передвигаются-то еле-еле. А потом они попадают в армию, а там их здоровенькие используют, как груши. Сколько там инвалидов-то из-за, сколько погибло в армии просто из-за избиений. Сколько инвалидов пришло оттуда, из этой армии. Ну, это мы уже не будем разбирать, это уже взрослые люди. И вот таким образом, то есть дети, вот образование такое. Это сырьевой доход для кого? Ну, а дети-преступники, это тоже доход для кого? Для правоохранительных органов, для полиции, для юридической системы и всё такое прочее. То есть это тоже интересный объект. То есть если он ребёнок рождается, он сырьём является для РПЦ. Его надо крестить, значит, и так далее. И это всё надо платить. Огромные деньги на это делал. Дальше он возрастает, его там надо 7 таинств проводить, венчание и так далее. Всё это деньги. Умирает человек, всё это за ОРПЦ, подсчитывает доход с него. Там же и государство приспособится. То есть здесь мы имеем три заинтересованных стороны в том, чтобы человека эксплуатировать по полной программе. Особенно в условиях этого общества потребления. Это олигархи, государство и криминал. Это три богатыря. Вот она, как говорится, всем друг с другом святая троица. Они все перевитые, святые. Святая троица. Олигархи, государство и криминал. Все они базируются на вот этом вот дамике. И вот этим должен заниматься амбудсмен, в принципе. Ну, что он? Вот в сравнении даже с Астаховым. Если Астахов был, он представитель КГБ всё-таки. Вот Астахов. Он же закончил высшую школу КГБ. У него дед был, соратник Минжинского. Ну, он в какой-то мере эгоист, любит себя показать. Но у него восьмёрка, он добросовестный тоже. И три девятки у него, и логика есть. У него только со здоровьем слабо. Почему? Потому что он, когда приезжал на этот инспектировать какой-нибудь детский дом, он требовал, чтобы у него была гостиница, и там была беговая дорожка. Он следил за своим здоровьем, знал, что здоровье нужно укреплять. А обедать он, говорит, кушать к местному батюшке. К самому главному батюшке кушать, чтобы ему обеспечили стол там, в приходе, на кафедральной трапезе. Вот такие требования были у этого амбудсмена. Ну, не говоря, что там у него квартира в Монако, 47 соток земли, 3 машины аудио. Ну, у него же трёх детей же. У него 3 машины аудио есть. Получал он ещё в 2011 году 2 миллиона в месяц. Ну, жена чуть поменьше. И поступил он в высшую школу КГБ. Что думаете, всё так, что ли он? Кто-нибудь рассматривал его матрицу, психоматрицу? Да, конечно, никто. Просто посмотрели, что по документу он внук соратника Минжинского. Из 40 человек выбрали его одного. Из 40, вы представляете? Можно было из 40 выбрать лучшего. Но лучший не попал. Попал именно Астахов. Вот этот вот самохвал. А об его самохвасте свидетельствую не только я, не только Пифагор. Свидетельство, вот, Коля Свонидзе тут вот выступал по радио тоже вчера. Об этом по какому-то радио выступал. Николай Свонидзе. Ну, и об этом самохвасте пишут ещё и другие везде. То есть, совпадает с характеристикой. Значит, мы не рассматриваем, опять же, мы не Астахов рассматриваем, а рассматриваем матрицу Пифагора. Она работает. Всё. А это нам и надо было. Мы просто это используем, материал, как пример. Вот, ну что, вот, поплавали, да? И вот теперь поплавали. И вот, видимо, откуда ноги растут. Вот это Володин, оказывается, готовит кадры-то. А про Володину очень хорошо Мальцев говорит. Он его знает лично. Мальцев такой, Вячеслав тоже Мальцев, его тёзка. И тоже он с Саратова, по-моему. Сейчас он в партии Парнос. Мы говорили в прошлой лекции про эту партию Парнос. Ну вот, таким образом, как характеризуют её вот другие-то? Не только Пифагор. Мы же должны другие страны охватить. Как характеризуют вот эту нашу Анну Юрьевну-то? Вот, смотрите, друиды. Друиды – это Англия где-то и центр Европы тоже севернее, чем жил Пифагор. Вот они её характеризуют, эту нашу Анну Юрьевну. Холодность, строгость, красота. Любит старинные украшения. Запахи духов хороших. Старые вещи и великие праздники. Ну, это РПЦ обеспечит. Капризно и не всегда легка в общении с мужем и семьей. Ну, как говорится, как в детском радио-то. Далеко-далеко убежала в поле молодая лошадь. Так легко, так легко. Не догонишь, не поймаешь, не вернёшь. А почему? Потому что в конюшне маловато площадь. Не попрыгаешь, да, и ног не разомнёшь. Помните эту песню детского радио? Вот и так тут же вот они жили в этой. И надо было как-то выворачиваться. Всё вот на ней и было. Капризно и не всегда легка в обращении. Особенно даже в большом коллективе она редко обособлена. Бывает, даже в большом коллективе она всё равно чувствует себя как одинокой. Но редко высказывает своё мнение. Неразговорчива, невесела. Горда, настойчива в достижении своей цели. Редко удовлетворена в любви. Требовательно и несговорчива. Хочет много получать от жизни, и это ей удаётся. Видите, какая характеристика. Случается ей так же влюбляться без памяти. Тогда весь мир терпит крушение. Видите, какая характеристика. Это друиды. Весь мир терпит крушение из-за того, что она, допустим, влюбилась в Кремль. А в Кремле что-то ей влюбился. Её любовь может быть безграничной. Вот какая женщина-то ценная. И за ней скрываются тёмные силы Володина. Кстати, Четверякова Ольга Николаевна, она об этом же говорит, что это просто троянская лошадь этих тёмных сил, вот этих Володинах. То есть, вот этих Володинах, Сатановских этих. Это вот они любят скрываться за чистеньким, за беленьким, за всем. Дальше какая характеристика. У неё, значит, умна, обладает ально-аталитическими способностями, но не всегда достигает успеха. Работает в области ничего не имеющейся её наклонности и специальности. Ну, это Пифагор об этом тоже. Матрица, всего лишь числа. А говорят они об одном и том же. Добросовестность, скрупулёзность и успех у неё бывает, да. Вот очень важно, вот для омбудсмена. Стоя перед выбором решений, выбирая всегда наиболее трудное. Создание трудных ситуаций для себя и для других. Вот её, собственно, её призвание. Эта фраза очень ключевая. То есть, вот эти две восьмёрки, они вот, вот перед ней задача тёмных сил. Ставить перед собой и перед другими задачи. Такие ситуации в неразрешимые ситуации попадать. Благородно. На неё можно положиться. Целиком. В любой ситуации не теряет присутствие духа, надежду, веру. Ну, значит, всё-таки там частица Бога есть. Выше мелочей. Играет по-крупному. Любит играть по-крупному. В общем, анализ, логика и плюс аскетизм. Вот это вот её характеристика. По друидам. Ну, китайцы, что с китайцами? То есть, нет, цветочный гороскоп. По цветочному гороскопу она горячавка жёлтая. А по китайскому она петух. Белый железный петух. По этому. По восточному. И горячавка по цветному. Она, в общем-то, ей надо, написано там, что полезное для неё, это бояться холода, не студить ноги и горло. Для здоровья ей рекомендации. Вот. А китайский год был белого металлического петуха. Кстати, очень хорошее совпадает с характеристикой данной пифагором. Вот этот вот белый металлический петух, в котором она родилась год. 82-й год. Любит лезть. Иногда агрессивно. Вот. Без различий к мнению других. Она всегда права. А на остальных никому она не доверяет, особенно. Любит быть заметной. Ну, и пифагор пишет, что шестёрка там есть, самооценка шестёрка. Любит, как говорится, да, быть на обществе. Любит мечтать, созерцать. Образить из себя героиню. Консерватор. И любит общество женщин. Ну, вот она и стремится вот омбудсменом женщин и детей. Это единица, говорит, матрица пифагора. Вот такая характеристка всесторонняя. Она всё равно сводится вот к этой матрице пифагора, которая для неё даётся. Что ещё заметить? Что эта матрица дана же при рождении. А как мы говорили, что она может быть как улучшена, так и немножко ухудшена. В зависимости от того, как человек себя ведёт. Ну, вот тут случай с телегонией произошёл с ней. Это первый, как говорится, блин комом у неё получился. Припомнила журналистка. Кстати, фамилия её Попадьёва. Попадьёва. Из Пенза. Журналистка брала у неё. И Буш её присутствовал. И она. Журналистка не врала. Они разговаривают про телегонию. Что такое телегония? Телегон. Ну, это по-английски это дальноделание. То есть, человек когда-то далеко, и это по времени чего-то сделал, а оно, это результат-то всплыл потом, через много времени. Телевидение – это дальновидение. Телегония – дальнахождение, дальноделание – это по-английски. В чём суть заключается, уже, наверное, все знают это. Это когда женщина потеряет девственность с каким мужчиной, то он, этот мужчина, откладывает на неё неизгладимый отпечаток. На её все вот эти последующие яйцеклетки. То есть, откладывает там что-то, какой-то белок на эти яйцеклетки. И получается, что когда уже следующие партнёры, она начинает, допустим, от следующего партнёра, то материал вот этот, который первый раз попадает, он задействуется в этом процессе. И на опережении, как говорится, работает и проникает куда надо, и развивается уже ребёнок не от сперматозоида, а от того материала, который занесён был при первом сношении. Ну, вроде эта теория, она сейчас как в состоянии обсуждения. Учёные волновую в эту генетику даже ещё ударили, что несколько опытов поставили, вроде бы получились опыты хорошие, но и тюби есть, это про волновую генетику, их недостижение учёных. Но факт не в этом. Факт в том, что она попыталась потом с мужем опровергнуть, что она говорила это всё журналистке. То есть она научилась лгать. Хотя вот по матрице её первоначальной, она не должна была лгать-то. поскольку телегонии вот это, она ничего в ней страшного нет, она как бы защищает даже нравственные основы общества. То есть девушка должна себя беречь до брака и не должна себя пачкать этими вот небрачными. Вот Мария Египетская, вот вспомните цвета и какая стала, почему? Она же была проституткой, Мария Египетская-то. Сколько там она совратила и молодых людей, и всё, а потом она убежала в это, и сколько лет она там молилась, отмывалась от этого всего, чтобы Бог её очистил, чтобы Бог даже жарился, на ладошку её ставил на свою. На ладошке она у него молилась. И домолилась она до святости. Так что вот лев пришёл, когда она приставилась, лев разрыл лапами землю и закатил её туда, в землю, и зарыл, как в могиле. То есть был могильщик у неё лев самый. Никого, людей-то вокруг не было. Она была в пустыне, отмаливала свои грехи. То есть вот сама вот эта телегония вроде бы одна и не противоречит науке, однако сейчас вот и она, и муж открестились. Мы этого не говорили, и мы не верим в эту телегонию. Журналисты, вот Родина журналистка, какая-то такая, Комсомольская правда радио, там Родина журналистка, со своим напарником, тоже, когда они обсуждали этот момент, они тоже, нет, телегония это всё ерунда, всё это мы не верим. Это, а почему они вдруг отказались от неё, когда стали обоцсменами-то вдруг? Они отказались, потому что это будет препятствовать распределению детей за границу. За границу уже не купят детей-то. Они же испорчены, телегонии вот этой. Мало ли кто там ещё, у них подпорчены из предыстории. Как мы будем таких вот детей покупать? Вот таким образом на службе золотого тельца любая теория, она может быть вознесена, где-то вознесена, где-то она может опущена. Вот сейчас вот это опускается. Это противоречит теории продажи детей за границу. Распределение их там куда-то. И даже в органов, вот продавать органы-то как же. Ты вырезал органы, это же цену на органы собьёт. Телегония-то, она же сбивает цену на органы. Ты поставил, допустим, детскую печень, там или детское сердце поставил. А от кого ты поставил? Ты должен уже анализ провести, это же дорого. Всё, ты должен уже сто раз. А всё равно это не даст ничего. Волновая же, это вопрос. Процесс-то волновой. Через 7 лет все клетки меняются. А этот, волновая матрица, остаётся. Вот телегония-то сейчас, это так же, как и земля сферическая. Нет, земля плоская, говорили священники. За это дело увешали, они убивали, казнили. Ну, в Казанском соборе-то раньше было. Какие пытки применяли священники для тех, кто говорил, что земля круглая. Так же и с этой телегонии. И вот мы сейчас попытаемся доказать, что телегония-то эта вещь произошла откуда? Вот для священника, для мужа её, для попади, для самого попа. Мы сейчас будем объяснять этот вопрос. Почему телегония идёт от религии? Она идёт из Библии. Это наука. Наука же у нас ничего нового. Она только берёт из Библии и всё это подтверждает. Ничего нового-то она не изобретает. Наука никогда. Всё это описано в Библии. Сейчас мы попытаемся это дело доказать, конечно. Есть такое вот сказание в Библии, телегонии, да, в Библии. Вот сказано об этом у Моисея и в книге Патия, и у Матфея, Марка и Луки. У Матфея глава 22, у Марка глава 12, у Луки глава 20. Что же там сказано в этом деле? А сказано следующее. История-то какая была у нас? История была с Анан, был такой Анан. Помните? Может быть, я не найду. Ну, может, и найду. Был такой Анан в Библии. Он, значит, чем? У него брат помер. Его брат женил этот Иуда. У него был отец Иуда, у этого Анана. И был брат у него, который женился на женщине. Ну, брат был неугоден, сказано было. Брат был неугоден. В глазах у Бога. И Бог взял его, забрал. Тогда вот по закону Моисея, и этот Иуда-то сказал, отец-то Иуда-то, сказал, ты обязан жениться на... То есть взять в жены вот эту жену брата, как деверь. Это деверь является, чтобы войти к ней и восстановить семя брата своего. Вот видите, как сказано. То есть войти к ней и восстановить семя брата своего. То есть ребёнок будет от брата. Если уже повторно она выйдет замуж, ребёнок будет как бы от брата. Чем вам не телегонить? Вот это и есть телегония. А Анан что сделал, как помните, да? Анан, он когда входил вот так к жене своего брата-то, когда достигал этого пика так экстаза, он сливал всё, хозяйство на землю сливал. То есть не осеменял свою жену-то. Чтобы семя-то не восстановить брата, всё равно же это не мой будет ребёнок-то, не мой. Зачем же я буду против себя работать, буду потом воспитывать сына своего брата? И он это дело не сделал. То есть он нарушил Моисеев закон, а это было предписано в законе Моисея. Что когда умрёт брат, когда умрёт брат, должен другой брат взять его, эту жену и с ней жить. И восстанавливать вот это семя. Вот вам телегония. Я только единственное, что мог. Хотел дословно, но я эти цитаты, видать, в другой тетрадке написал. И только вам сказал вот эти, что главы. Сослался на главы. Ну вы посмотрите там. Хотя вот нашёл. Вот Матфей, пожалуйста. Глава 22, пункт 24. Моисей сказал, «Если кто умрёт, не имея детей, то брат пусть возьмёт за себя жену его и восстановит семя брату своему». Слышите, это у Матфея написано. Вот что написано в Бытие, глава 38. «Взял Иуда жену Иру, Ира жената была, первенству своему, первому сыну своему. Имя было ей Фомарь. Ир, это значит, был старший первенец, а вот взял Фомарь в жену взял. Ир, первенец Иудин, был неугоден перед очами Господа и умертвил его Господь. И сказал Иуда, «Анану, войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Он сказал, что семя будет не ему, а потому всегда входил к жене брата своего и сливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло это было перед очами Господа, то, что он делал, и он убертвил этого Анана. Ну, отсюда, вы знаете, вот распространённой произошла эта вот болезнь Ананизм-то. Атанана вот эта вот идёт. То есть Телегония, как видите, это Библия. А священник этот Алексей Кузнецов отрёкся. Я говорю, не мог этого говорить, и жена не могла этого говорить. Мы в это не верим. Вот кто такие сейчас священники. Каким они мазаны миром. Они мазаны миром золотого тельца. Работают они для денег, для своей семьи. Занимаются репликацией по указанию Лукауа. Ой, Симон, Симон, все сатана просил вас сеять, как якобы песок морской. Вот таким образом характеристика. Что можно сделать здесь? Здесь одна пелёжка бюджета, и одно, это Володинская такая политика, она направлена на окружение Путина женщинами, с тем, чтобы ему было легче назначить свою дочку, впихнуть туда, управлять вот этими всеми остальными женщинами. на какой-то вот этот важный социальный пост. А социальный пост какой? Вот это вот дети, образование, дети, защита людей, и защита людей. То есть, омбудсмен там ещё Мускалькова. Тоже ещё розовые тапочки, те ещё. Вот она, Мускалькова. Но мы в этот раз её не будем, только покажу её матрицу. Вот. У неё вообще, она видит и взад, и вперёд хорошо. У неё три пятёрки. И очень может лечить даже своим присутствием. Но у неё эгоизма, да и больше, две единицы. Она любит хвалить себя, так же, как и Астахов. Не хуже Астахова. Но она ещё нуждается в мужичке. У неё проблемы всегда были с семьёй. Вот семёрка, видите? Этот не врёт, Пифагор-то наш дорогой. Видите, проблема в семье. А муж у неё помер. Вот и всё. Она, наверное, командовала им по-генеральски. Вот. А остальные, вот, ну, тоже. Мизантропия, шестёрка, четвёрка. У неё дочка и внучка самые главные люди. Вот четвёрка говорит об этом. Тоже вот любит она себя показать, да. На шестёрке. Также вот нет у неё вот этой вот шестёрки. И нету семёрки. Ну, остальное, она очень порядочный добросовестный человек. Это восьмёрка. То есть она в долг возьмёт и обязательно отдаст. У неё много положительных характеристик. Ну, вот, физический труд ей необходим. Она заменяет вот религиозностью. И она от религии ждёт, что ей привалит талант какой-то. Здоровьем должна заниматься плавание и бег. Ну, может, она и занимается на беговой дорожке. Вот такая у нас москальковая. Она занимается чем? Амбудсмен по правам человека. Вот такие у нас розовые тапочки сегодня. Спасибо большое за внимание. Это у нас была внеочередная лекция. Опять же, поплые листубы тут. Феноменологии Пифагора. Смотрите предыдущие лекции. Много кое-что полезного можете подчеркнуть от этого товарища. Я буду делать внизу ссылки на эти сайты, которые вам помогут рассчитывать автоматически эти матрицы. И вы можете сами проводить анализ. В срезе, в различных социальных срезах. Там артисты, учёные, композиторы, музыканты, поп-звёзды и так далее. Вы можете всё это находить и сравнивать. И поскольку их характеристики все известны. Известны характеристики всех знаменитых лиц. Вы можете проверить сами действенность вот этой феноменологии Пифагора. Успехов вам в учёбе. Доброго здоровья. До новых встреч.